Спасибо студия, доброе утро дорогие телезрители. Мы сейчас находимся в Свято-Никольской церкви, рядом со священником Никольского храма Алексеем Гамолиным, который является руководителем ипархиальных курсов звонарей красноярских. Все правильно сказал? Да, вроде правильно. И сейчас, Алексей, почему мы сегодня пришли сюда? Потому что Пасха была накануне и была возможность у прихожан прийти и ощутить себя под этими сводами колоколов, но сейчас Алексей расскажет, что сейчас, в принципе, можно не только в Пасху прийти на колокольню, но под строгим наблюдением звонаря и с позволения. Да, есть такая традиция благочестивая в православной церкви, когда в саму Пасху, в пасхальный день разрешается всем желающим позвонить в колокола, допускается и в течение всей Светлой Седмицы, но все-таки большинство звонарей у нас где-то работают еще, да, и нет возможности у звонаря присутствовать как бы всю неделю на колокольне дежурить, поэтому колокольни, как правило, это, опять же, место повышенной опасности, они все на высоте находятся, как правило, и туда без звонаря не запускают, поэтому основная часть людей запускается в саму Пасху, когда дежурит звонарь, но в течение Светлой Седмицы, если есть возможность, если он присутствует, то тогда можно. Это время, когда звонарь обычно присматривал себе вот переемника, учеников себе присматривал, и в дальнейшем они начинали ходить, сначала просто смотреть, сначала просто смотреть, это могло полгода происходить, потом уже давались какие-то первые упражнения, получение каких-то навыков, то есть звонарь сначала должен был ученик увидеть вообще, как живет звонарь вообще, потому что звон все-таки это молитва, и молитвой он становится не сразу, звонарь это послушание, это не просто музыка, это не музыкант, хотя в то же время это и музыкант, но это послушание, послушание церковное. Сейчас я вот уже облатился в наушнике, попробую себя в роли звонаря, с позволения Алексея, в общем, может быть, оставлю этот алчный мир телевидения и... Вот смотрите, я бы посоветовал начать с тройки, тройка зазвонных, да, группа зазвонных колоколов, мы говорили, вот это называется замок, то есть средний колокол вот на верхний, над указательным пальцем, правый крайний под низ идет, и здесь под безымянный. Вот мы прижимаем все языки к краю колокола, прижимаем язычки все, чуть-чуть отпускаем, буквально пару сантиметров, и начинаем делать движение вниз, вверх просто. То есть это не сложно, но требует времени, конечно, вот наверх сначала, вот так руку заводите, вот сейчас сюда, вот, сжимаем, немножко сюда вставайте поближе ко мне. Вот, руку прижали, чтобы все языки подошли к краю колокола, чуть-чуть отпустили руку вперед, и начинаем вниз, вверх. Вот. 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 Вот.